Мы с тобой одной крови, ты и я. Весь вечер рефреном звучала на премьере Новошахтинского драматического театра «Маугли зов джунглей». Казалось бы, извечная тема выдающегося произведения Киплинга, но насколько неожиданно и провокационно подана она нашими артистами. С первых же секунд зрители попадают в замысловатый мир первозданной природы, мир со своим непререкаемым законом джунглей. И зов крови, примеряющий столь разных представителей жизни, и этот восхитительный клич, кажется, обращен больше к самим персонажам, чем к зрителям. Но большой вопросительный знак он ставит перед всеми нами. Можем ли мы, люди, относиться друг к другу как к равным, к ближнему своему как к самому себе? Можем ли мы в сегодняшней суете, алчности и бездуховности уважать друг друга и любить, как это делают дикие звери? Или же мир джунглей – лишь извечная проекция человеческих взаимоотношений? Ведь каждый из персонажей спектакля, столь ярко сыгранных нашими артистами, олицетворяет одно из качеств, применимых в большей мере и человеку. Бесстрашная Багира в исполнении Василисы Стефаниди, мудрый Каа, Миша Сопов, который, кстати, написал очень яркую музыку к спектаклю, наивный и глуповатый Балу в его роли Валерий Клевцов и, пожалуй, самые яркие роли у Ольги Соповой, сыгравшей лживого и заискивающего шакала-прихлебателя табаки, и Константина Ленденева, который своей невероятной звериной пластикой, акробатическими трюками и стальным характером, показал Маугли несгибаемым борцом с несправедливостью, честным, мужественным, человеком с большой буквы. У меня эмоции самые положительные, хотя спектакль достаточно трудный, очень такой эмоционально напряженный, некий такой экшен, который нам, я надеюсь, удался. Ребята с огромным таким желанием и энтузиазмом осваивали все это, им очень нравилось, и они так вот здорово все обживали. Хотя, конечно, много пластики, много какой-то хореографии, много каких-то характерных ролей, которые нужны были во все-таки звериные меры, как это нужно было делать. Я считаю, что ребята справились. Ну, в плане пластики спасибо моему тренеру по борьбе, по волной борьбе, Кушниру Василию Федоровичу. Все, что я сейчас имею, что умею, все благодаря ему. Это было давно, но навыки... То есть он меня хорошо тренировал, что я теперь прыгаю. Но можно и лучше, конечно, надо стараться учиться. А в плане психологического желания в воле, потому что нужно было осознать, что я хочу сказать этим зрителям. То, что жизнь в джунглях и жизнь вообще среди людей почти одно и то же. А какой главный закон жизни лично для тебя? Я думаю, любить ближнего своего, как самого себя. То есть уважать людей. Режиссер никогда не может быть доволен. Он всегда найдет какую-нибудь такую вот загоголину, которая вот и не всегда устроит что-то. Вот. Почему говорю, что есть, а оттачивает. Но, в принципе, я довольна. Юрий Сопов не только удачно справился с ролью мудрого главаря стаи Акелы, но и создал атмосферу настоящих джунглей из обычных подручных средств, свисающих канатов трансформеров, то изображающих лианы, то преобразующихся в крону могучего дерева. Красивым решением стало использование полотнищ, изображающих то бурный поток реки, в котором омывается от предательства собратьев Маугли, то яркое пламя, которым он пристыжает взорвавшегося Шерхана, которого сыграл Алексей Кривенко. Встань, собака! Встань, когда с тобой говорит человек, не то я подпалю тебя в шкуру! Насканул лица, говорил, что убьет меня на завете, потому что не успел убить в детстве. Завтра! Вот так мы убьем собак, когда становимся людьми. Верни только узом хромой, и я забью тебе этот красный цветок прямо в глотку! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛО ЗОВ ДЖУНГЛИ Смерти как вызову, постоянно незримо присутствующей среди нас. Смерти как вечному советнику, которая только и создает полную ценность и реальность жизни. Мне как-то один раз спросили о том, что часто ли вы думаете о смерти. Я считаю, что это нормально, когда нормальный человек задумывается, потому что только, наверное, глупец об этом не задумывается. Потому что, когда мы думаем о ней, мы, наверное, спешим сделать что-то хорошее, для того, чтобы что-то осталось, и не так страшно умер, а так страшнее не родиться. Не жить, не жить в полную силу, со всеми прелестями этой жизни, со всеми какими-то, быть может, обманами, несовершенствами этой жизни. Но так хочется ее сделать хорошее, хорошее для себя, для окружающих, для тех людей, которые что-то от тебя ждут. Жить, жить, творить, может быть, где-то мучиться, где-то вдохновляться, ну, со всеми проявлениями этой жизни. В джунгли, как олицетворение окружающей нас вечности, и Маугли, как символ нового человека, постоянно ищущему свое место в жизни, это извечное противостояние в прочтении Ксении Торской и нашего актерского коллектива, так и остается без ответа. Ведь Маугли в конце спектакля, обуреваемый неясным томлением, возвращается в мир людей и находит свою потерянную мать. Но останется ли он в этом мире намного более безжалостным, чем джунгли, и найдет ли он потерянный рай в своей душе?